Мы видим, что глубина яма состояла в 13 сантиметров, а ее размеры 6 метров на 2,7 метра. Это почти 270 раз больше, чем где будут максимально допустимые размеры ямы по нормативу. Такой дефект является ненормативным и должен быть установлен в течение 12 суток с момента его обнаружения. Такое ощущение, что кроме нас этого дефекта никто не видел, даже местные жители. Есть у Народного фронта проект, это карта убитых дорог, которая существует уже более двух лет. И он нужен для того, чтобы ремонтировать дороги с учетом мнения граждан. Жители наносят на карту дороги, которые они хотят, чтобы были отремонтированы. Это проезд в сторону улицы Длинская. Вот как раз он попал в топ народного рейтинга по городу. Вообще, если говорить о цифрах, то по стране таких участков добавлено более 46 тысяч. И если говорить о результатах, то более 7 тысяч из этих дорог уже отремонтированы. И 5 тысяч дорог. И там проведен пока временный аварийный ремонт, так называемый ямочный. Мы во время инспекции смотрим не только дороги, которые попадают на карту убитых дорог. Мы с вами еще проедем сегодня на гарантийные участки. В частности, те, которые ремонтируются по нацпроекту «Безопасные качественные автомобильные дороги». Разметка зачастую в городе затерта. Ее нужно обновлять. Она плохо видна в ночное время, поэтому вот с нами сегодня есть прибор для измерения качества дорожной разметки. Мы произведем замеры, скажем, насколько эта разметка соответствует нормативам. И спросим у чиновников, что они с этим будут делать. Ну, если она, конечно, не пройдет по качеству. Еще обратили внимание, что много путепроводов, мостовых сооружений. И зачастую дорога, которая идет, несколько полос движения, они переходят в две полосы. Таким образом, водителям необходимо как-то вот... Ну, очень сложная ситуация, по крайней мере, для нас иногородних. Мы даже соблюдая правила разметки, если бы мы так дальше ехали, просто врезались бы в опору. Как правило, проблемы, которые мы озвучиваем, они справляются, ну, если не мгновенно, то достаточно быстро. Но для нас очень важно, чтобы все-таки исправлялись проблемы не только, на которые мы обращаем внимание, а те, которые находятся на проекте Народного фронта «Карту длитых дорог», за которые проголосовали вы, жители. Продолжение следует...